Привет, дорогой друг! Сегодня на канале правильный выбор я расскажу о лучших стиральных машинах Hire в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил стиралку RTX S с вертикальной загрузкой. Эту машинку можно купить примерно за 46 тысяч рублей. Модель отличается довольно компактными размерами и хорошей вместимостью до 8 килограммов белья. Есть полтора десятка программ, включая режим быстрой стирки, который занимает менее четверти часа. Чего нет, так это автоматической парковки барабана. После окончания стирки его придется докручивать вручную. Еще одним недостатком можно посчитать высоковатый уровень шума при отжиме. Впрочем, как говорил мастер Эйнштейн, все относительно. Но стирает машинка хорошо, выглядит прилично, барабан вместительный. Если найдешь стиральную машину себе по душе во время просмотра рейтинга, то обязательно загляни в описание, там я оставил все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще рядом лежит промокод для тебя. Второе место сегодняшнего рейтинга досталось модели из линейки HW100. В этой серии цифровой код после букв напрямую связан с максимальной загрузкой. Как считать? Или разделить на 10 килограммов, или умножить на 100 граммов. То есть в этой модели 100 умножить на 100 грамм как раз и получится 10 килограмм белья, которое можно привести в божеский вид за раз. Такую вот занимательную арифметику предлагает нам компания HIR. Эта модель из линейки HW100 самая лучшая, но и самая дорогая в сегодняшнем топе. Обойдется она около 80 тысяч рублей. Стиралка отличается большой вместимостью барабана, фронтальной загрузкой и стильным дизайном на контрасте черного и белого. Так как сравнивать пока особо не с чем, буду проводить сравнение с моделью с первого места. А тут начинается самое интересное. Более производительная и дорогая машинка оказывается более экономичной в плане расхода воды и электроэнергии. Причем разница довольно существенна, и работает она тише как в режиме стирки, так и при отжиме. Есть автовзвешивание, удобный ночной режим, подсветка барабана и куча других полезных фишек. В общем отличная стиралка для большой семьи. Да, чуть не забыл. У некоторых пользователей с этой машинкой сложилась не самая приятная, но легко исправляемая ситуация. Дело в том, что в одной из партий у стиралок оказался слабо затянут винт, удерживающий шкив. В результате через несколько дней эксплуатации он разбалтывался и машинка начинала стучать. Некоторые пользователи решили проблему через сервис, тратя время и нервы. Другие же просто сняли заднюю крышку и подкрутили злополучный винтик. При съеме задней крышки гарантия не теряется. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, чтобы всегда первым узнавать об актуальных предложениях и новинках в самых разных категориях товаров. Ну и конечно, поддержи меня своим лайком и комментарием. Третье место топа – стиральная машинка из линейки HW65 стоимостью порядка 36 тысяч рублей. Как ты уже наверняка догадался, в этот агрегат можно загрузить 6,5 килограмм грязного белья и столько же вытащить обратно по окончанию стирки. По сравнению с первыми двумя участниками сегодняшнего рейтинга, эта машинка тихая и очень узкая. Последняя немаловажна при острой нехватке свободного места, когда чуть ли не каждый квадратный сантиметр имеет значение. А еще у нее самое низкое энергопотребление, почти вдвое ниже, чем у RTX S с первого места. Модель инверторная, загрузка классическая фронтальная. Типовой для изделий HR набор программ. Есть самодиагностика, обработка паром, автоматическое взвешивание, что еще? Вроде все. Хорошая машинка за свои деньги, особенно для установки в ограниченном пространстве. Стирает отлично, не шумит, ведет себя прилично. На четвертое место рейтинга я поставил HW80, модель с загрузкой до 8 кг грязного белья. В магазинах ее можно найти по цене в районе 47 тысяч рублей. Энергопотребление и уровень шума у этой стиралки почти такие же, как у модели с третьего места. То есть, сильно не шумит, электричество жрет мало. Глубина чуть больше, но не намного. Для тесной хрущевки подойдет. Количество программ для стирки сокращенное, но все самые востребованные режимы есть. Поддерживается автобаланс, обработка паром и автовзвешивание. Правда, автоматическое взвешивание работает почему-то не на всех программах. В целом, приличная инверторная стиральная машина. Серьезных недостатков не обнаружено. Пятое место досталось модели HW70 с максимальной загрузкой 7 кг белья. Ее можно купить примерно за 43 тысячи рублей. Эта стиральная машина отличается обалденным дизайном, поддержкой до загрузки белья и дополнительного полоскания, невысоким уровнем шума и простотой управления. Загрузка классическая, фронтальная. Машинка узкая, годится для установки в ограниченном пространстве. В общем, красивая и удобная узкая модель. Стирает хорошо в вибрации, при отжиме небольшие. На шестое место я поставил еще одну узкую модель. На этот раз из линейки HW60 с максимальной загрузкой до 6 кг. Эта стиральная машина обойдется около 35 тысяч рублей. Модель инверторная, цвет серебристый металлик. Количество программ стирки 10. Меньше, чем у стиралок с первого по пятое место сегодняшнего топа. Но есть все самые востребованные режимы. Поддерживается до загрузка белья и дополнительное полоскание. Температура регулируется от 0 до 90 градусов. Уровень шума и вибраций относительно невысок. Стирает машина качественно, выглядит презентабельно, управление удобное и интуитивно понятное. Хороший вариант за свои деньги. Да, расход воды на сайте производителя указывается за год. При этом не ясно, как именно производился расчет. Какое количество стирок закладывали в формулу, в каких режимах. Ну да ладно, пусть считают как хотят. В любом случае, расход за один цикл вряд ли выбивается из диапазона 48-55 литра. И последнее, седьмое место досталось еще одной модели с загрузкой до 6 килограммов белья. Это самая простая и дешевая стиральная машинка в сегодняшнем рейтинге. В магазинах ее можно найти по цене около 30 тысяч рублей. Скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. У всех остальных моделей от 1200 до 1400. Программ всего 10. Это самый низкий показатель в сегодняшнем рейтинге. В то же время есть и экспресс стирка и деликатная, и очистка барабана, и программы для синтетики, хлопка и детских вещей. Есть обработка паром и сама диагностика. Стирает машинка хорошо и довольно тихо. Язык панели управления русский. Что, впрочем, неудивительно, так как стиралки HR собираются в России и рассчитаны в первую и очередь на наш рынок. В целом, приличная машинка своих денег стоит. На этом, пожалуй, все. Если какая-то модель тебя заинтересовала, не забудь заглянуть в описание. Там тебя ждут ссылки на стиральные машины HR из этого ролика и приятный бонус в виде скидочного промокода для выгодных покупок. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А теперь пока, до встречи в следующем выпуске.